Назвать эту лачугу домом язык не поворачивается. Табличка с номером 13 будто злой рок. Именно в этой хижине живет 70-летний Акубай Байгазиев. Когда-то мужчина был полон сил и энергии. Два года назад пенсионер лишился ноги. После бросила жена. Дети перестали общаться. Отреклись от него и родственники. Нет, друзья все умерли, да, или болеют сейчас. Раньше приходили друзья, а сейчас один болеет, второй болеет, говорит. Родственники? Родственники. Вот нету. Те, которые родственники, или умерли, я не знаю, короче, родственников. Мужчина живет в антисанитарных условиях. При этом не перестает верить в лучшее. Акубай Байгазиев получает пенсию. 91 тысячу. Этих денег едва хватает на питание и лекарства. Ну, глаза все не вижу. Только чуть-чуть видно просто. Свет видно, что солнце там. А сейчас все. Темнота. И вот так вот. Потому что вставать куда я сам упаду. Мужчина мечтает увидеть детей, обнять внуков и понянчиться с ними. Но отпрыски Акубая Байгазиева не желают даже переступать порог этого дома. А еще Ахсахал хочет поскорее оказаться в доме престарелых. Ведь там можно помыться, покушать и спокойно поспать, говорит пенсионер. Ты уже сколько не мылся? Сколько уже не мылись? Ой, уже? Короче, да. 17-го, да. Ну, там год. Год и вот эти месяца. Единственный человек, который навещает пенсионера, бывшая соседка. Халима Ашалдбаева кормит старика, одевает и помогает выжить. Но женщина боится, что предстоящая зима может оказаться для него последней. Вот уже полтора года он лежит после операции в заброшенном доме. Печка не топится, во-первых. Он недвижимый, потому что он, во-первых, не видит, не слышит и ноги не ходит. Он лежит в одном состоянии. Я иногда вот прихожу к нему, обмываю его, ногти стригу, волосы подстригу. Ну, Халима не раз обращалась к местным властям и пыталась устроить соседа в дом престарелых. Все тщетно, везде отписки. Женщина просит, даже не просит, а уже умоляет чиновников обратить внимание на пенсионера. В управление социальной защиты населения Астаны обращались и мы. Пробовали звонить в городской Акимат и устроить Акубая Байгазиева в тот самый дом престарелых. Но чиновники то ли в отпуске, то ли на больничном. Пока без результатов. Но мы не перестаем верить, что пенсионер свой 70-летний день рождения отметит в человеческих условиях. Анвар Шаликенов, Ерсултан Кузбагаров, Батагуска-Ирбекова и Нурлан Утиген. Телеканал Алматы. Астана.